куку привет чуваки с вами говно да да не удивляйтесь сами говно сейчас фоточку открою жара у нас невыносимая вот вот и пошел я и сдал баночки для сереги челякова вот из этой коробки коробку помните один из подписчиков писал я сказал что есть примерно банок на 7 долларов а мне подписчик написал там нету банок на 7 долларов ну так вот 55 крон я нас давал вся пять крон это почти 8 долларов без каких-то там центов вот вот эти вот бабки идут челякову от чуваков с нашей фирмы они накидали банок вот в эту коробку я этим бабки отсылаю челякову на покупку коляски вот еще от себя чуть-чуть добавлю и самое прикольное еще что они кидали банки да а у нас же на работе есть как бы нормальные чуваки а есть пидоры всякие и один пидор видно на работе где-то нашел вот такие вот банки это не алюминиевые а железные старые банки и он тоже бросил сюда типа приколоться типа потому что такие банки они уже не сдаются это вообще как бы ну прошлый век и он типа решил себя сделать такого умного типа и думает а брошу-ка я вот эти вот баночки чтобы лишний раз говно 007 типа понервничал а я опять вам говорю чуваки ненужных знаний не бывает я не специалист вот по этим банкам да но я знаю что у нас на местном аусоне вот такие вот банки пользуюсь за охренительным спросом есть вот такие вот банки которые стоят по 100 евро вот такие вот банки они ну я не знаю сколько эти стоят может быть эти и не стоит 100 евро я в них просто не разбираюсь как бы у этих кто собирает банки у них там свои всякие примочки поэтому я не знаю но всяком случае вот такой вот ту барк да никогда такой тубок не видел такую банку в принципе вот эта вот банка может стоить 100 евро. То есть, опять-таки, видите, помните историю с часами Кортье, когда часы Кортье продали за 8 долларов. А я их потом Юлечке подарил. Помните? Тоже по незнанию придурки мне продали на нашей фирме часы. Вот, посмотрим, за сколько эти баночки уйдут. Проверим на аукционе. Я не удивлюсь, что здесь 300 евро лежит. Вообще не удивлюсь. Но не знаю, проверим. То есть, если тут какая-то сумма большая лежит с этих банок, если они там по 50 хотя бы евро стоят эти банки, я Челякову еще из этих банок пошлю. А тот, кто кинул пидорас эти банки, да, тот дебил. Это про то, что я как раз говорю, ненужных знаний не бывает, чуваки. Не бывает просто. Вот. Но сейчас самое главное это, послать Челякову бабосы. Вот это для меня будет самое сложное, кстати. Вот. Я напишу ему и спрошу, как лучше ему посылать. Там еще какие-то комиссионные берут. Я, если честно, не хотел бы платить комиссионные, если это возможно. А то пидора со своими комиссионными задолбали уже. Вот. Ну, я, короче, напишу Челякову, и мы это самое что-нибудь придумаем, как послать лучше. Ну, вот такая вот вам коротенькая минуточка, что ли, так сказать. Вот. Вот такие вот баночки. Еще раз посмотрите. Вот. И далее. Вы сейчас будете смеяться, может быть. Может быть, вы думаете, что я опять гоню, что эти банки не могут стоить 100 евро. Так вот, я вам еще раз говорю. У нас есть местный аукцион, Традера называется. И там есть чуваки, которые собирают вот такие вот банки. Они могут быть очень, очень ценные, вот эти вот банки. Очень. Я просто в них не разбираюсь. Может, они вообще ничего не стоят. Я не знаю. Но меня радует то, что у них состояние идеальное практически. Они не покоцанные, не поцарапанные, ничего. То есть, если они стоят, бабок, то они стоят, чуваки. Я вам потом, кстати, ну, сделаю ролик, продал я их или нет. Вот. Ну, ладно. Как-то вот так вот сегодня. Че?